Итак, всем привет, с вами Адам Кэй, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем играть за наши объединенные синдикаты Америки. Мы уже победили в гражданской войне в Америке, но, к сожалению, это не считается, пока Япония, которая поддерживала одного из участников этой войны, все еще жива. А значит, нам нужно прийти к ней. Они попытались, так сказать, вмешаться в наши какие-то дела, мы не дадим им возможности вмешиваться вообще нищие либо дела, и теперь их дела будут контролироваться только нами. Так что, готовим выставки, поехали. На всякий случай, я решил докрепить границу с Канадой, потому что она все еще в теории может торгнуться, может атаковать. Так что, на всякий случай, эти две армии доходят сюда и будут планировать внутр-атаку, так называемое, либо примитивное наступление, тоже кому как больше нравится. Но ждем подготовку вторжения, на самом деле есть смысл бы подоследовать вторжения получше, но пока видеть их нету, так что, да, придется ждать долго. Единственное, о чем я думаю, может быть у нас есть какой-то, блин, вот есть там морской генерал, но у него нету уменьшения с времени подготовки вторжения, так что особо без разницы. И пока я тут думал о том, как мне лучше вторгнуться, и пока готовится это, японцы решили попытаться вторгнуться к нам. Ну вот безумные безумцы, мы же сейчас их уничтожим. Мы сразу же отправляемся до подлодки на перехват конвоев, которые к нам вторгаются. Здесь, очевидно, еще и гарнизон, очень нравится тех, кто успевает добираться до земли. Ну и они реально же отсюда не выйдут. Я еще вот так сделаю. Удачи вам покинуть Гавайи. Ай, ну еще немножко удалили японский флот. Ну, кстати, не так много, но тем не менее, достаточно полезно. Значит, нам нужно было бы сделать еще вот так, я думаю. Вот эти корабли сейчас краски на разведке. Было бы неплохо. Мы нашли японский флот. Мы нашли большую часть японского флота. Сейчас заберем вот этот остров и неплохое количество кораблей выбьем. Тут реально много кораблей, достаточно важных. Тем не менее, я думаю, уже здесь можно начать выставку. А вот этим ребятам можно начать выставку вот сюда готовить. Я не собирался, я собирался сразу до Японии, но я вижу там большой флот. А за счет его есть смысл ликвидировать. И вот они тут нашу подлодку пытались перехватить, но это мы их перехватили, а не они нас. Еще кусочек флота удален. Вот так идет выставка, кстати говоря, там, смотрите-ка, танки, мы их даже не пробиваем, не полностью. Но тем не менее, все равно мы их уничтожаем. Так что все окей у нас. И тут я уже вижу тоже какие-то корабли находятся, вследствие чего. Давайте-ка вот это тоже перейдет на патрульную задачу, чтобы они были поближе к вот этим кораблям. Мидовые мы забираем. Точнее, наверное, даже скорее возвращаем. Да, так и есть. И начинается выставка вот сюда. А эти поиска начинают уже планировать следующую выставку до следующего японского острова. Наверное, что это будет сюда, наверное, Маркус Айланс. Хотя, может, сразу до Ивадима бы. Как у нас корабли достают? Вообще-вообще да, достают. Так что давайте до Ивадима. И слушайте, здесь все потяжелее будет. Несколько. Вопрос, смогут ли наши истребители тяжелые вот отсюда достать? И да, ответ. Некоторую поддержку они оказать смогут. Так что давайте все сюда. И наш флот также. Вот сюда. Будем сейчас пытаться как-то здесь пробиться. Есть шансы вообще-то такие себе. Если у вас какие-то тактические бомбардерки, на данный момент пока что, по-моему, особо-то и нету. Я сам, по крайней мере, их не произвожу. Да, вот сюда вот мы их выведем. Но какие-то уже у нас существуют до этого. И они как будто даже смогут достать. Они, скорее всего, вряд ли успеют. И вряд ли смогут добить. Но хотя бы достанут. Мы смогли выбить одну дивидию отсюда. Слушайте, ну как будто, как будто мы даже успеваем. И еще авиация начала тоже, видите. Все-таки успела оказать поддержку. Небольшие бафы сюда. Сюда и бафы за присутствующие тоже есть. Там начинают качаться припасы, самое главное. И да, мне кажется, мы все-таки сможем выбить этот остров, видите. Казалось бы, не можем, но подогнали сюда корабли, самолеты. Чуть-чуть буквально авиаштурмовые поддержки. И вот мы уже сможем их выбить. Ну и, конечно же, у них не хватает припасов на острове. И мы дышим это подводками. То есть, вот так вот, как бы, можно и выбить остров, который до этого казался сложно выбиваемым. Хотя, очевидно, он несложно выбиваемый. И сразу же оттуда выходит флот и попадается нашему, который стоял здесь и просто ждал его. Ловушка Джокера захлопнулась. Таким образом, мы разбили почти весь линейный флот Японии. Осталось лишь 4 авианосца и немножко линкоров и 2 боевых крейсера. И остальное только подзадут лодки и какой-то флот сопровождения. В общем-то, японцы по классике переоценили себя и свои способности. Думаю, что пока Америка будет восстанавливаться, они смогут заключить какой-то мир, либо их страна победит. Но нет. Америка смогла оправиться и смогла сама сейчас подобраться к Японии и скоро уже высадиться и разобит их полностью. Итак, мы готовы высаживаться. Флот уже у них разбит. Прошелся на море у нас полноценное. Начинаем вторжение там и заодно параллельно готовим здесь, почему бы не повыбивать у них другие острова. Так, наш флот попробуем вот сюда подвести к поддержке. Давайте вот так. Может быть он поедет за ними. Надеюсь, да. И авиацию бы сюда тоже перебросить. Но вот, к сожалению, я думаю, до сюда он точно не достанет. Так что будем надеяться просто, что здесь не будет вражеских войск. Посмотрим. Ну, на всякий случай, как вы видите, да. Я готовлю вторжение сюда и попробуем как-то достать. И мы избавляемся от клана. Мы, по-моему, почти что от всего и избавились. Блин, ну вот. Очень близки мы к этому, но все еще мелкие сопротивления остаются какие-то. И вот момент истины. Какие там войска? Если там вообще градион, да, есть, но минимальные. Всего лишь одна дивизия. Это то, что мы можем победить. И, собственно говоря, мы это и побеждаем. Здесь тоже уже доезжают. Я не буду их устанавливать. Каждая морская дополнительная база нам. Это минус морская база. И плюс какой-то радиус нашего флота. И теперь уже от Матаямы мы можем готовить юстку прямо в Токио. Я думаю, вот сюда. Но немножко посложнее. Все-таки там, я думаю, градион точно есть. А значит, нам нужно туда перебросить. Побольше будет войск. А тем временем в Европе произошел Элизавский ультиматум. И я чувствую, скоро начнется... Да, пошло, пошло. Второй Вильдкрик начинается. Что по поводу России в нем? Россия пока что в нем никак не участвует. Но вот Украину и Дон Кубанский Союз она от себя подмяла. Как я замечаю, что демократы чаще всего активнее всего работают. Всякие левые и правые, наоборот, до самого конца сидят, чего-то ждут непонятно чего. И вот выездка еще одна на остров японский. Успешная, прекрасно. Видимо, как японские кораблики пытаются сбежать. Я думаю, мы... Нет, ладно, мы за ними не успели. Проблема в том, что наш этот флот крайне медленный. Но мы потихоньку сейчас с этим боремся. Во-первых, у нас уже здесь делаются крейсеры. Вот эти вот, как вы помните, 28 узлов. Они слишком быстро, но как бы нормально. Мне казалось, что на бумаге они должны быть побыстрее. А вот сюда. 36 узлов делать должна быть. Окей, мы еще обградим им немножко туда-сюда. Как бы это будет наша основа прикрытия. И у нас уже готовятся авианосцы. Собственно говоря, по-моему, их уже и исследовали. Да, исследовали коррупции авианосцев. Вот он, да. Теперь давайте-ка соберем себе, я думаю, ну, штучки 4. А может 8 для двух флотов. Ну и вот такая вот наша скорость. Получилось 32,8. Как бы это лучше, что у нас может быть. Единственный вопрос, можем ли мы улучшить себе что-то с этим. Нет, кстати говоря, мы можем сделать минус 20% стоимость крейсеров. Это очень сильно, это мы обязательно возьмем. Бал, начинаем производство 4 авианосцев. Они составят наш будущий, так сказать, лучший флот. Нового поколения. Вот так, как-то мы, наверное, поставим. Зарядим сюда. Потом, наверное, просто оставим все остальное дальше на крейсерах. Итак, мы готовы. Высадки. Войска. Ну, не все еще, ладно, мы не готовы. Войска еще сейчас доезжают. Пускай доедут. Становят организацию. После чего уже мы перейдем непосредственно в наступление, в высадку начнем. Здесь мы теперь продолжаем строить фабрики, потому что, вы помните, заводы немножко удалят. А вот фабрики, не знаю, наверное, не должны. Ну, потом, зато супер быстро перестроимся на военный завод. У нас так сотка, пока что нам, в принципе, хватает. Эта организация готова. Можем еще заодно медальку выдать, но, пожалуй, пока что не буду. И у нас, говорят, что у нас не хватает где-то присутствовать. Это, видимо, вот эта вот операция, да? Да, так и есть. Окей. Далее, теперь всех, кроме вот этих ребят, нам нужно поместить вот сюда, чтобы они уже сюда начали ехать. После чего мы перебросим в Японию. И Россия начала марш на запад. Здесь Каштанская война в Европе, так называемая. Только усиливается. Скоро мы им поможем. Начинаем уже рейдить всю Японию. Ну и как раз это послужит хорошим отличением для наших конвоев, для наших морпехов самодельных, которые прорываются в Японии. И, судя по всему, прорыв будет непростым. Наша авиация сейчас будет попытаться помочь им как-то. И в целом, как будто мы что-то успеем здесь занять. Этот лот, я думаю, стоит тоже перетравить вот сюда, на помощь выстке. И выстка выглядит грустной, на самом деле. Хотя мы смогли прорываться здесь. Нажимаем вот так. А так в реку, наверное, нет смысла нажимать. Потому что это именно форсирование, а не выстка. И вот здесь мы все-таки пропиваемся в Ио Кагане. Которое можно пойти в Токио. И, в принципе, получить все, что мы здесь хотели. Да, падение Токио. Высадились прямо в Токио и прямо сразу его забрали. Отличная работа наших ребят. Наш генерал может быть предоставлен к наградам. Наши военнослужащие, которые взяли Токио, тоже. И сейчас нам нужно будет туда перебросить намного-намного больше дырковой пехоты. Тут Япония атаковала наше сопровождение, наше конвоя. В это отправило всю свою оставшуюся военно-морскую мощь. Но я думаю, наш флот должен успеть. И нет, в самый момент они не успевают. Но, по-моему, должны мы найти их флот как-то, да? Казалось бы. Вот куда-то как будто он едет в какой-то бой. Но сейчас узнаем. И начинается очень жестокая-жестокая битва за Японию. Эти ребята просто не знают усталости японские. И продолжают наши позиции штурмовать. Наши же армии все прибывают. И пока что, в данный момент, дивизии, которые уже находятся на материковой Японии, укрепляются в ожидании подкреплений. И первая очередная задача будет прорваться к авиабазе. Именно туда мы сейчас пойдем. В Галифаксе ребята не смогли договориться. Это выгодно нам. Ребятам, поддерживающим Интернационал. И вот все дивизии доехали. Авиабаза сейчас будет взята. После чего можно будет начать полномасштабное наступление. Восстание в Рейспакте. Смотрите-ка. Литовцы объявили полной независимости. Надо же. Ну, я думаю, их подавят. Но, тем не менее, это создаст неплохую брешь в фронте Рейспакте. Ну и начинаем потихоньку прорываться. Ну, там-то движется к возвращению Европы. Это нам известно. Битва в Японии началась. Она будет непростой. Потому что эти ребята дом совещают очень активно, очень усердно. Но, тем не менее, я думаю, мы сможем победить все-таки с мощью нашего американского оружия. Ой, мы наконец-таки смогли разбить федералистов. Отлично. И мы потихоньку пытаемся окружить вот эти вот войска. Но вообще, наверное, не получится. Потому что наступать очень сложно в Японии. Здесь много гор. Войска имеют хорошие бафы к защите. Японцы защищают свои дома очень активно. Хотя какие-то локальные окружения, конечно, все еще получаются. Тут еще трансамурский флот. Если что, тоже находится. Не маленький. С Японии он помогает неплохо. Но я думаю, это как раз-таки время расширить зону операции нашего линейного флота. Он, я думаю, должен помочь справиться с этими трансамурскими ребятами. Как вы помните, мы даже их признали. Но вот так вот они ударили нам просто в спину. Передав свой флот в японское командование. Мы как раз вовремя. Или нет, нет. Мы не успели перехватить линейный флот. Хотя мы как будто вот... Да, вот сейчас успели. И трансамурский флот полностью потоплен. Ой, войска Японии на севере остались без снабжения. Видимо, не могут они никак уже доставлять его. Кстати говоря, разгромили окончательно японский флот. И Япония осталась без практически единого корабля. Блядь, один линкор, четыре эсминца и куча подводных лодок. Которые на самом деле суперстрелы и значит бесполезные. В том же состоянии был Владивосток и в принципе трансамур. Лод у них закончился. Никак они помочь Японии не могут. До нашей победы остались считанные недели. Непонятным образом. Японцы заспавнили меня просто за спиной. Реально заспавнились. Высадок у них нечем делать. У них все зеленое. А как они здесь появились? Хороший, блядь, вопрос. Видимо, какое-то... Какое-то решение, я не знаю. Которое спавнит им дивизии в тузах. Мне приятно сейчас это было. Но мне надо вот эти войска из этого перетянуть сюда юг. И сейчас как-то спасти здесь ситуацию. Но в целом у меня здесь есть морская база. Так что я не волнуюсь слишком. Но ситуация однозначно неприятная. Мы здесь даже чуть было не окружили. Но мы смогли деблокировать наши войска. И надеюсь, что сможем здесь вот все добить. Потому что ну как же это мерзко. Японцы пытаются как-то разорвать это окружение. Мы им этого не позволяем. Тем не менее все равно тяжеловато. Здесь установилось снабжение. От этого сейчас станет немножко попроще. И мы сможем ликвидировать это гнусное окружение. Гнусное я бы сказал восстание тузовое. Ну я помню, что тут такое есть. Но видите, они сюда завезли еще побольше. Каких-то дивизий откуда-то. Хороший вопрос как. Возможно, потому что у нас вот здесь вот не было. Ход на конвоев. Кстати говоря, как вариант. Ну теперь мы можем прям нажать стрелочку. И постараться добить здесь все. В целом остается не так много. У нас войска вот опять затроллились. Взяли просто... Я не знаю, как это произошло. Они просто пошли и... Ох... Я не знаю, что у них сломалось в этот раз. Но видите... Ну сейчас мы их деблокируем. Но, конечно, досадочек останется. И вот... Мы наконец-таки добиваем эту огромную группировку, что стояло вокруг Токио. Добиваем Токио. Ух... Стало дышать попроще. Теперь нас начинаем точно уже финальное наступление. 1.07 миллионов потеряли японцы. Не берегут себя. Но отказываются сдаваться. Вот уж этот японский дух. И вот мы просто... Уже как нож в масло входим. Потому что не закончились... Я думаю, почти что все винтовки. На конвойме крайне много чего зарейдили. И давайте, давайте. Уже пора капитулировать. Да, так и есть. Двоем последний город и Япония у наших ног, как и все ее марионетки. Нечего было вмешиваться в ход американской политики. Только американским политикам можно нечестно влиять на американскую политику. Это должно быть, конечно же, всем известно. И вот решили с этим поспорить. И в итоге американские политики ввешались уже в политику Японии. Что ж, на этом давайте мы позавершим эту серию. Мы избавились от, так сказать, внешнего влияния. Давайте сейчас, наверное, у нас уже гражданская война закончится. Да, наверное. Рабы уже. Давайте вот это тоже еще нажмем. Конец американской гражданской второй войны. Отлично. У нас разблокировались, я надеюсь, да. Реконституционный съезд. Ну все, это мы уже сделаем в следующей серии. А с вами Рядут Бодокей. Не забывайте подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Оставить лайк, комментарий. В дискорд не забывайте. И до скорых встреч. Пока.